Вопрос очевиден. В этом разбираются не только начинающие, но и те, кто находятся внутри еврейской жизни год, два, три, пять и десять. И даже те, кто родились, потому что еврейская жизнь, еврейское мировоззрение, еврейская мудрость, сама Тора, сами направления, сами грани раскрытия истины, представьте, даже все накапливалось на уровне человеческого понимания. Совершенно даже земными терминами мы сейчас оперируем. Свыше трех тысяч лет. Представляете, сколько за три тысячи лет беспрерывных продукций, если так можно выразиться, конечно, но вы не понимаете, да, вы прощаете такое выражение, сколько вида мыслительной и прочей, и практической, и опытной, так сказать, продукции было выработано. Количество книг уже, я думаю, если считать только по одному разу каждую книгу, по одному названию, не считать переиздание, а просто вот есть книга и все, приближается к 200 тысячам, 200 тысяч. И я говорю только про нашу мудрость, про нашу религию, так сказать, про нашу традицию. Я не говорю о каких-то книгах на иврите, на другие темы. 200 тысяч. Это много, мягко говоря. Теперь, так же понятно, что вы ставите задачу, разбираться в том, что вам известно. Вы слышали, как-то до вас дошло, что последние 200 лет, примерно 250 лет, 200-250 лет, постепенно стали складываться в европейском еврействе, в скобках. А есть еще восточные евреи, необычайно богатые. И в традициях, и в направлениях, и в разных гранях. Необычайно богатые. И в Ираке, или в Марокко, или в Тунисе, или в современной, то современной, тогда не было этого, Сирии. И то, что называется, бухарские евреи. И горские евреи, и грузинские евреи, и афганские, и индийские, и еменские. Это все восточные евреиства. Перечисляю, может и забыл даже, не имея значения, я не читаю из бумаги, а так говорю. Десятки тысяч книг, традиций, тонкостей. В одном Марокко, наши люди, как говорится, выросшие в Советском Союзе, или живущие в Израиле, не знают, что в одном Марокко есть примерно внутри марокканских евреев около 20 разных направлений. И если взять основные, так это будет 5, допустим, только среди марокканских евреев. И так далее, и так далее. Но мы знаем про европейские евреиства. Основное это шкенадские евреи. И они делятся на так называемое, возникшее относительно недавно, литовское направление и так называемое хасидское направление. Внутри хасидского есть 10 больших разных направлений, 5-7 очень больших, 10-15 средних, 100 небольших, представляете? Это в хасидском. Так называемое литовское. Есть примерно 10 основных направлений, может быть и больше. Это все только перечислять, только разбирать и только обсуждать. Просто поверхностно. Это нужно не один мой ответ и не 10, а десятки и сотни таких ответов. К чему я это говорю? Как раз прежде всего к тому, чтобы не волноваться. И как раз прежде всего не особенно напрягаться. И искать, как вы пишете, хотелось бы разобраться. Вы, я полагаю, допустим, что вы еврей, а иначе это неинтересный разговор. Если вы еврей, то вы должны, ну вот, если вы хотите послушать меня и мой совет, разобраться с самим собой. Не в том, к кому вы принадлежите, к чему вы принадлежите. Если вы, вы же еврей, над вами кто? Над вами не хасиды, не литваки. Над вами Всевышний, его Тора, его все эти учителя, его законы, его мудрость. Значит, есть над вами Всевышний, есть Тора, есть Танав, есть Мишна, есть Талмуд. Законы наши записаны в Шухана Рухи, разобраны всякие нюансы и тонкости в других книгах. Я не говорю про 200 тысяч книг, я говорю, допустим, всего лишь про 200 основных книг. Не так уж много, да? А есть еще некоторые многотомные, 300 книг. Вот эти 300 книг, ну когда вы разберетесь с этими трехстанными книгами? Конечно, нет. Но это просто говорит вам о том общем. Все, что я сказал сейчас, это общее для всех. Тора, Танав, Талмуд, Мишна, Шухана Рух, Мидрашим, Книга Зоа, кодексы наших законов. Все это общее для всех. Ну так, а что не общее? 10 процентов. Примерно 10 процентов. Ну что начинающие видят? Этот одет в такой вид одежды, этот другой. Этот выглядит так. Это говорит про одного там великого руководителя Ешивы, очень большого, в наших дней или сто лет тому назад. А этот говорит про наставника своего хасидизма, хасидинского направления. То, что Ребе называется, или Адмур называется, так и так это называется. Еще название. Один, второй, третий, пятый Ребе, седьмой Ребе, второй Ребе. Это в одном хасидизме, в одном направлении. А если их много, то сколько их есть. И у всех свои книги, и свои мысли, и свои прекрасные. Все. То, что вы написали здесь, характеристика, что это ваши слова, а не мои слова. Я так не могу сказать. Что литваки каноничные, регламентированные, самоотверженные, праведности. У всех есть каноничность и регламентированная праведность. Или про Баал Шемтова. Вы упомянули, Раби Исраэль, Бен-Ильеза, Баал Шемтов, родоначальник, так сказать, хасидизма. К нему тоже относится все, что вы сказали. Но вы там пишете, превосходство, внутреннее настроение, внешнее соблюдение. Этого нет. Вы не обижаетесь на меня. То, что вы сейчас написали, это расхожие мнения или светских историков, которые почти ничего не понимают в еврейской жизни. Я говорю, а евреи ничего не понимают, практически ничего. Или самореклама всех сторон. Все грешат этим, ничего не поделают. Человеку приятно про своих говорить, о себе говорить и так далее. У хасидов самореклама, у каждого направления еще своя, к тому же, реклама. И вот то, что вы называете литваке, литовское течение, своя реклама тоже. Это не плохо и не хорошо, это естественно. Поэтому эти все слова, эти вот, то, что вы считаете, такие, такие, другие, не стоят того. Я не знаю, где вы живете, не обращаю обычно внимания на то, что написано, потому что в интернете иногда живет человек в Москве, подписывает, что он в Петербурге и наоборот. Это не важно. Не имеет значения. Но если вы где-то стараетесь соблюдать еврейский образ жизни, вот этим и занимаетесь. Если вы куда-то входите в синагогу, только в нормальную синагогу, туда ходите. Если вы живете в городе, где есть несколько синагог, уже такие тоже есть, на территории бывшего Советского Союза. Город, а в нем несколько синагогов. Ходите то в одну, то в другую, туда, куда вам нравится. Больше обращайте внимание на сердцевину, на суть дела. И меньше на всякие разговоры и внешние отличия. Или в длинном сюртвюке кто-то ходит, или в коротком, или какая форма шляп. Вплоть до этого, раз доходит дело, и это печально, если не сказать, что еще и смешно. Не обращайте внимания на все это. И это лучше всего. Когда вы созреете, я не знаком с вами, возможно, я говорю, в еврейском смысле, не в возрасте. Вот через год, два, три, судя по тому, как вы пишете, это только в начале. Через пять лет, через десять лет, вы разберетесь. Если вы будете жить в Израиле, процесс пойдет намного быстрее и эффективнее. Потому что все, что я рассказал сейчас, все эти десятки, или, может быть, даже еще больше, все, все из Израиля. Это территория одной страны. И есть города, в которых есть десять направлений. Я не говорю про такие города, как Иерусалим, Бнебрак, Аждот. Еще другие города, в которых есть в одном городе, в Иерусалиме, 200 направлений. И в Бнебраке 150 направлений. И в Аждоте 40 направлений. Понимаете, это все, я так назвал, три города приехали. Все, не стоит на это обращать внимание. А вот обязательно обращайте внимание на себя. И в этом нет ни эгоцентризма, ни эгоизма, ничего плохого. Вы родились евреем, вам надо служить Всевышнему. Надо знать, как это делать. Не они, не те, кто справа, не те, кто слева, не те, там далекие, близкие. Или, как вы пишете, каноничнее, или там больше внимания на внутреннее, на внешнее. Это все не то. Служить Всевышнему, у вас есть все возможности. Где бы вы ни жили, но лучше всего, и безусловно, несравнимо вообще. Даже похоже в нет ничего. Это жизнь в Израиле, и, конечно, уже жизнь в Израиле, тоже сумму, и разумно, и по-еврейски, и на основании опыта других людей, и так далее, и так далее. Эта дорога, это путь, как говорится, называется так, или Дерех Алияна, в рите, Бет-Эль. Дерех Ау-Ла-Ле-Бет-Эль. Путь, который поднимается к Дому Всевышнему. Вот это дорога для всех. Для всех из нас. Совершенно. И последнее. Тоже очень серьезный совет. Все, что будет, вам хорошие советы, очень полезные. И вам, и всем другим. Надо огромное усилие добавить. Не в изучении различий, а огромное усилие в понимании того, что есть общего. Что такое еврей. Это совершенно непростой вопрос. И еще, последнее уже, это огромное усилие вырабатывать в себе, по любви, столько, сколько у человека способен, и уважение к другим евреям, и особенное, и особенное к учителям Тора. Всех поколений. И Балшемтов, и Виненский Гаон. Балшемтов и еще сотни хосинских учителей. Виненский Гаон и еще сотни учителей, как вы говорите, Литва, Кельта. Например, Хида, я был участворю только последние 250 лет, Хида или Бенешхай, и еще сотни учителей, так называемого, сифардского направления. Вот я вам даю уже заочно, не называя имен, сотни, сотни учителей Тора, и ко всем уважениям, и понимание, что они приближаются к понятию Малахим, ангелы Всевышнего. Понимаете? Если не вырабатывать в себе, то мои слова на меня покажутся смешными. Я знаю. Потому что человек, который не понимает, так думает. Как учителя Тора могут приближаться к ангельскому виду? Они же обычные люди, наверное, но это не так. И вот это желание, поэтому, искать различия такие и такие, а хуже всего еще противоречия и некрасивые слова повторять за кем-то. Я не говорю про вас совершенно, вы же не знакомы. Но вводятся в нашем народе ухмылки, низменные высказывания, дурацкие шутки, примитивные анекдоты, примитивные мысли, примитивные рассуждения. Вот от этого нужно бежать, как от огня. Вот вам программа действий. И если вы пойдете, действительно, это будет дорога к Небесному Думу. Очень хорошая и очень надежная. Всего доброго, успеха в этом и до свидания. Продолжение следует...